В связи с чем я хотел бы пригласить в эфир Олега Бронова, это медикал-директор Цельсуса, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением рентгенологии ФГБУ в НИЦ НИПРАГО, Минздрав России, а также исполнительный директор Российского общества рентгенологов и радиологов. Олег, добро пожаловать в эфир. Да, добрый день. Ожидаем вашего подключения. Да, добрый день, коллеги. И я остановлюсь на такой, на самом деле, мне кажется, более насущной проблеме у врачей-рентгенологов, возможно, даже в принципе. Вообще, в принципе, чего ждать от ИИ, да, что же он может, и, в общем-то, стоит ли его бояться или стоит его не бояться. Ну, на самом деле, ответ достаточно простой, да, бояться искусственный интеллект абсолютно точно не стоит. Вот, сейчас мы немножечко разберем с вами о таких глобальных проблемах, наверное, что ли, которые стоят перед рентгенологами сейчас. Вот, и начну я с того, что, в принципе, в принципе, если взять и загуглить количество сейчас программного обеспечения, которое сделано на основе искусственного интеллекта, то вот, ну, например, как бы на одном из сайтов, который является неким таким агрегатором всевозможных рентгенологических, да, но не только рентгенологических продуктов, да, которые уже либо CE, да, это европейский рынок, либо FDA, да, это американский рынок, которые уже получили некий статус определенный для использования на этих двух рынках, то просто загуглив, мы получим результат в 160 результатов, да, 160 программных продуктов. Да, естественно, как бы там часть программных продуктов, несколько программных продуктов могут быть выпущены одной компанией, но глобально это около 160 программных продуктов, что на самом деле, на мой взгляд, достаточно много. И говорит о том, что, в общем-то, рынок потихоньку заполняется, да, и глобально сейчас действительно существуют некие решения, которые можно применять в различных аспектах радиологии. Но почему мы про это говорим, да, потому что на самом деле, да, произошел какой-то определенный бум, да, в, допустим, 2018 году, да, и 2019 году, видите, график – это алгоритмы ИИ, которые были, ну, условно, определены FDA, да, это, ну, по сути, своей такой американский разрешительный орган, да, который разрешает к использованию, да, то вот там в 2017 году это были какие-то единичные, да, вот там в 2018 и 2019 это уже больше десятков год релизов, поэтому все, рынок все больше и больше пополняется какими-то программами, и у людей на самом деле, да, у рентгенологов встает некий такой вопрос глобальный. А вообще, что как бы дальше, и будет, буду ли я, останусь ли я на работе, да, останется ли работа для рентгенологов, что вообще можно делать с искусственным интеллектом? И здесь есть такой хороший опрос, да, это статья, которая вот-вот буквально была выпущена, да, 20 марта 2021 года, это на нее ссылка, ссылка с ДОИ, если хотите, посмотрите, это такой общий мировой опрос, который был проведен, да, то есть там включены в себя как Азия, Европа, Соединенные Штаты Америки, вот на самом деле карта, общее количество респондентов, да, около 1041, там на самом деле их было больше, но они там вычли какую-то часть респондентов, которые там неполноценно ответили на вопрос, или они были не там совсем рентгенологов, то есть это опрос, в который были включены только рентгенологи или же резиденты в радиологии, да, то есть, ну, ординаторы. И здесь можно на самом деле посмотреть, увидеть, что из России, и, в общем-то, тоже было достаточно большое количество людей, вот, самое большое было, это там Северная Америка, да, но тем не менее там и Канада, но и Европа, соответственно, да, но тем не менее даже вот из России достаточно большое количество, достаточно большое количество людей, которые ответили на, прошли этот опрос, Что, в общем-то, на самом деле является таким показателем, что у нас в принципе следят за всеми этими вещами. Ну, понятное дело, что у нас есть НПКЦ, да, и Сергей Павлович Морозов, который активно всегда говорит про искусственный интеллект, там, и Валентин Евгеньевич Синицын, соответственно, тоже. Всегда на всех конференциях имеется отсекции сейчас по искусственным интеллектам, особенно, ну, если это касается Московского регионального отделения Российского общества регионологов-радиологов, да, но, в общем, достаточно большое количество сейчас. Итак, коротко об опросе, да, то есть из 1041 человека, да, рентгенологов, да, здесь важно, что это были все либо рентгенологи, либо ординаторы в рентгенологии, ну, или радиологии, как это принято у наших зарубежных коллег, то есть только 16% респондентов имели достаточное представление об искусственном интеллекте или участвовали в работе с ИИ, и 22% респондентов имели базовое представление о работе искусственного интеллекта. Это, на самом деле, очень важный пункт, потому что если чуть больше трети, да, то есть практически 40% респондентов боялись, что их заменят ИИ в той или иной степени. То есть вот начиная от того, что рентгенологов заменят, там, просто условно как бы там выкинут там на улицу, да, заканчивая тем, что какие-то просто задачи там даже отдельные будут отданы на водку ПИИ. И, в общем-то, здесь ничего удивительного нету, потому что большая часть респондентов, на самом деле, вот из этих 38%, да, имели базовое представление о работе искусственного интеллекта. И, на мой взгляд, это такая главная вещь, потому что можно бояться атомной электростанции, которая рядом находится, да, потому что атомная электростанция – это атомная бомба, это загрязнение, ИДД и ТП. То есть, ну, какую-то такую аналогию провести. Мне кажется, что примерно то же самое происходит с искусственным интеллектом, да, потому что все смотрели, там, не знаю, «Терминатор» или кого-то еще, какие-то еще фильмы, где там уничтожается человечество с помощью искусственного интеллекта. Но, на самом деле, не думаю, что подобное приведет к финалу, как во всех этих фильмах. Поэтому необходимо чуть больше знать про искусственный интеллект, это необходимо сообществу, в первую очередь, рентгенологов. И относиться к этому немножко по-другому, потому что, на самом деле, даже сейчас уже, да, вот там, по данным этого опроса, 48% рентгенологов имеют проактивную позицию относительно ИИ, то есть они готовы имплементировать искусственный интеллект в свою повседневную практику. А это значит, что они готовы с ним работать, а не значит, что они видят какие-то преимущества, конкретно у искусственного интеллекта, да, которые, в общем-то, позволят им лучше выполнять свою работу как минимум. Ну, глобальное преимущество применения искусственного интеллекта, да, это повышение продуктивности работы, причем начиная от условно, ну, если ранжировать, там, да, от уровня лаборанта, да, заканчивая уровнем руководителя, например, там, подразделения или там даже руководителя больницы. То есть искусственный интеллект при правильном применении, при достаточном его развитии, уверен, что способен полностью модифицировать и улучшить продуктивность, при этом не загружая сильно врача. Конечно же, это возможность количественной обработки, причем количественная обработка – это такой общий термин здесь, но использование количественной обработки возможно везде. В науке, в каких-то стандартных рутинных процессах, да, то есть какое-то стандартизирование чего-либо даже, да, то есть это уже не то, как мы там качественно на глаз померили, да, там, может так, а может не так. А, в общем-то, выбрать из этого какие-то количественные метрики, да, какие-то метрики, которые можно использовать для стандартизации определенных процессов. Мне кажется, в рентгенологии это будет очень неплохо так помогать. Ну, естественно, повышение точности. И, естественно, здесь не говорится о том, что повышение точности только отдельно с помощью искусственного интеллекта, а именно в связке, когда существует врач и существует искусственный интеллект, существуют какие-то программы. Да, возможно, мы еще немного далеки от этого всего, но, тем не менее, это постепенно уже внедряется в нашу с вами жизнь, и мы, в общем-то, можем даже, ну, вот, представив себе, да, и существует эксперимент, который проводится там в городе Москве, да, в том числе и НПКЦ в главе с Сергеем Павловичем Морозовым. Ну, в общем-то, он показывает определенные знания, определенные преимущества уже, то есть показал в том же ковиде, например, да, то есть можно посмотреть, какое количество снимков было обработано, можно посмотреть, каким образом там ковид помогал хотя бы высчитывать, да, процент поражения. То есть, ну, по крайней мере, на этом этапе уже есть определенные подвижки. Итак, стратегия применения вообще, в принципе, искусственного интеллекта, да, это в первую очередь, конечно же, использование в скрининге. И эта картинка, кстати говоря, Цельса, да, это маммография, маммограммы, использование в скрининге, это такое стандартное, на мой взгляд, применение стратегии, то, с чего на самом деле даже начиналось, да, потому что в первую очередь все, естественно, начали применять искусственный интеллект к флюорограммам, к маммограммам, к тому, что используется в рутинной практике, но очень-очень в большом количестве. А что может быть еще больше, чем скрининг? Ну, так глобально, на самом деле, наверное, ничего другого больше и нет. Второе использование, это использование там, где нет доступного рентгенолога. Это, ну, как пример, больница скорой помощи, когда ночью там по какой-то причине нет рентгенолога. И вариант, например, шкала-аспект, да, как мы все знаем, при поступлении пациента с подозрением на инсульт, когда необходимо понимание того, будут ли неврологи проводить тромболизис этому пациенту, то есть это экстренная ситуация, и там, допустим, рентгенолога нету в строю по какой-то причине, да, или просто его в штате нету, нужно каким-то образом решить этот вопрос, то, конечно, может приходить какая-то автоматизированная сегментация, автоматизированный процесс определения шкалы-аспект. Например, как пример, естественно, вариантов может быть много. Гематомы, определение просто самого инсульта, определение переломов, определение пневмоторокса, ну и так далее и тому подобное. Здесь вариантов самого по себе внутри вот этого вот конкретного пункта очень-очень много. Использование в различных клинических приложениях и повышение качества исследований. При этом различные клинические приложения могут включать в себя что угодно, то есть мы можем говорить про мониторинг онкопациентов, мы можем говорить про мониторинг скрининговых пациентов, мы можем говорить про определенные, возможно, какие-то даже навигации, навигационные программы для биопсии, да, как вариант. Да, естественно, это не только нейровизуализация, в смысле визуализация, да, рентгенология, это еще и мистологические исследования, это исследования крови, то есть это все то, что связано вообще в принципе с обработкой медицинских изображений, любых медицинских изображений. И повышение качества исследования, оно отсюда как бы вытекает тоже, да, потому что мы можем оценивать сам процесс, понимать, что нужно для улучшения, возможно, даже имплементировать уже сам искусственный интеллект в том, чтобы было какое-то улучшение, либо улучшение с точки зрения каких-то перенастроек оборудования, да, либо улучшение как бы картинок. На самом деле улучшение вот постпроцессинг, да, вот этот вот, который когда улучшается картинка, полученная при каком-то из рентгенологических способов исследования, методов исследования, она уже существует. То есть, да, есть определенные вопросы, ну, скажем так, определенным там производителям, но тем не менее подобные вещи существуют, и нейросети действительно обрабатывают медицинские изображения, пытаются сделать их лучше, более качественными, повысить разрешающую способность картинки, иногда возможность убрать артефакты от двигательных движений. То есть здесь, на самом деле, тоже точек приложения достаточно большое количество. Ну, и как вариант четвертой такой стратегии применения, это статистические данные для администрирования, управления потоком пациентов. Это все такая большая, большая часть, которую я бы больше даже назвал как администрирование, потому что все данные полученные в результате, ну, оценки, они могут служить руководством к какому-то действию, да, поменять поток пациентов или изменить расписание, или понять, что там можно группировать пациентов таким образом, либо даже в каких-то вариантах это может быть вариант аудирования, да, то есть аудит работы отделения, работы рентгенолога какого-то конкретного, например, да, и выявление там, ну, определенных, может быть, расхождений или, ну, наоборот, схождений. Так что глобально, в принципе, стратегии применения там вот четыре, на мой взгляд, естественно, если вы посмотрите и почитаете статьи либо наших зарубежных коллег, либо, ну, вот, Сергея Павловича того же самого, да, то вы увидите, что есть достаточно большое количество применений, и опять же, Москву можно поставить в такой некий пример, вот, где попытка использовать искусственный интеллект сейчас практически во всем объеме медицины, во всем здравоохранении города Москвы. Ну, здесь два примера. Один из примеров – это наша работа по маммографии. Сейчас выходит наша статья в Вестнике Пироговского центра, в нашем Вестнике. В общем-то, это совместная работа Мухацемни Пирогова и Цельса по опробированию искусственного интеллекта в маммографии. У нас было там две группы пациентов. Пока выходит статейка с одним, с одной группой пациентов, да, это пациенты, которые были пересмотрены Цельсием и были пересмотрены двумя рентгенологами, пациенты с уже установленными данными гистологических исследований, но, естественно, это был слепой пересмотр как рентгенологами, да, которые не знали данные пациентов, да, кроме возраста, так и пересмотр Цельсием, к которому дайком файлы были, пришли полностью анонимизированные, они содержали только теги локализации, ну, снимков, да, то есть проекции и, соответственно, правая и левая малышная железа. Один из вариантов, да, были отмечены на образовании, гистологическое заключение и, в общем-то, второй пример, аналогичная ситуация. Мы оценивали, в одной группе у нас было 50 пациентов, в другой было 250. На самом деле Цельси показал очень хорошую специфичность и чувствительность для, точность для группы, для групп. Еще раз говорю, когда выйдет статья, ее можно будет посмотреть в Пироговском центре, в Пироговском местнике, да, поэтому пока не буду забегать вперед, просто в дальнейшем следующие после меня лекторы, они также покажут на примерах и не только примером маммографии, будем, да, участвовать, еще будут участвовать и примеры, там, флюорограмм, примеры компьютерной томографии легких и, в общем-то, всего того многообразия, которое Цельси представляет для себя. Но так как маммографический продукт пока наиболее такой, скажем, ну, вот опробированный, да, и наиболее, на мой взгляд, точный, естественно, вот его, на мой взгляд, нужно рассматривать, ну, в наибольшем приближении. Ну и глобально хотел бы просто в конце остановиться еще разочек быстренько по поводу того, что искусственный интеллект на самом деле не заменит врача-рентгенолога. То есть здесь нужно понимать, что врач-рентгенолог, он останется, и он будет выполнять свою работу. Просто при использовании искусственного интеллекта есть ряд вариантов того, каким образом использовать. Либо это приоритизация задач, да, когда искусственный интеллект приоритизирует, какие исследования необходимо смотреть в первую очередь. Либо искусственный интеллект может помогать тогда, когда есть некий недостаток знаний в каких-то определенных вещах, но при этом специально созданный алгоритм, да, который ищет конкретно вот эти вещи, будет, возможно, помогать каким-то образом врачу-рентгенологу. Ну и, естественно, все те фишки, которые могут быть использованы уже и при администрировании, да, и при каких-то статистические вещи различные, они точно так же могут быть использованы с помощью искусственного интеллекта. И, в общем-то, изменение потока пациентов, изменение вообще, в принципе, подхода к формированию потока пациентов в рентгенологическое отделение, такие вещи тоже могут быть, да, такие инструменты, на мой взгляд, должны разрабатываться. Ну, кроме того, еще, на самом деле, можно себе представить, что искусственный интеллект будет помогать в обучении, да, то есть это в первую очередь такая обучающая модель некая, да, которая позволит резидентам или ординаторам, да, и даже врачам, у которых есть какие-то пробелы в определенных знаниях, получить опыт, получить опыт на основе программ, которые будут созданы с помощью искусственного интеллекта. Ну, на самом деле, на этом, наверное, моя часть доклада закончилась, вот, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, то вы их задавайте, пока я их в чате, честно говоря, особо не вижу. Вот, но вот хороший, кстати, комментарий, ИИ не заменит врача, но врач с ИИ заменит врача без ИИ. Наверное, да, наверное, в какой-то степени он действительно, врач с искусственным интеллектом, заменит врача без искусственного интеллекта, но однозначно, врача-рентгенолога, никто не заменит, в ближайшее время, в ближайшем рассмотрении это будет точно. Хороший комментарий. Никита? Спасибо, Олег, огромное. Оставайтесь, пожалуйста, на связи сейчас. Вот у нас в разделе «Вопросы» появился вопрос по клиническим исследованиям в рамках регистрации с участием датасетов реальных пациентов. Ну, да, соответственно, все происходило, все согласно необходимой процедуре по исследованиям. Также могу прокомментировать. Можете в раздел «Вопросы», можете в чат задавать, как вам удобнее, соответственно. Олег, прошу посмотреть вопрос по второму чтению касается. В чат, если возможно. Второе чтение маммографии с помощью ими и имеет правовую основу. Но, насколько я понимаю, сейчас и НПКЦ готовит, да, ГОСТ некий к данным по искусственному интеллекту. На данном этапе по поводу конкретно правовой основе и со вторым чтением маммографии вопрос интересный. Но не готов на него, на самом деле, ответить, потому что данных просто не хватает сейчас. Если это анонимизированное абсолютно, да, то здесь вопросов абсолютно нету. Продолжение следует...